привет мои нежнейшие котики у нас сейчас будет расклад на монаре на тему стоит ли возвращать отношения это для тех в основном будет расклад кто хочет девочки возвратить отношения назад подумывает над этим когда отношения ваши умерли скажем так да но теплится что-то в душе еще давайте посмотрим у нас будет 4 варианта и мы сейчас посмотрим стоит ли возвращать отношения стоит ли дергаться в сторону уже закрытых отношений 1 2 3 4 вариант загадывайте пожалуйста один и давайте посмотрим стоит ли возвращать отношения те которые ушли уже и к когда вы поставили какие-то определенные точки да но что-то в душе говорит вам что может быть я хочу вернуться до может быть вы еще не пережили вот это расставание давайте посмотрим стоит ли возвращать отношения 1 2 3 4 вариант давайте по одной карте и посмотрим так первый вариант стоит ли возвращать отношения вам ну тут единица кубковая выпала это девочки карта якорения вам надо еще папа поболтаться в этих отношениях вам надо еще попереживать насчет их да как говорится и поплакать и повспоминать и поностальгировать и дело в том что вот вашему мужчине тоже это надо вы это либо начало это не то что знаете как говорят это начало конца или к или еще что-то это как раз тот момент когда вы должны переосмыслить все дело в том что у этого мужчины тоже остались к вам чувства и он в принципе над этим пепелищем скажем так еще размышляет и думает тут не все так печально здесь оставались у вас на данный момент ниточки которые ведут его к вам вас к нему то есть это ностальгия это ожидание каких-то шагов все равно ожидание того что партнер как-то проявится девочки поэта и это не только с его стороны и и не только с вашей стороны да то есть это от вас 2 у вас двоих такое чувство давайте еще посмотрим стоит ли возвращать отношения у него много знаете я во первых он якает я то я это я 5 10 он считает что он в отношениях должен быть руководящим он считает что он такой знаете ну может быть кто-то считает из ваших мужчин здесь что он альфа-самец но выпал 4 старший аркан императора да это тогда когда мужчина вообще хотел бы все брать свои руки для того чтобы женщина ему подчинялась почему все пошло не так десятка десятка выпала земли девочки все пошло не так потому что он вроде бы и императором выпадает да но у него определенный лимит есть в зарабатывании денег определенный лимит его вот потолок скажем тогда в работе вот он как знает как жить эту жизнь как он ее умеет вести да он выше своей головы не прыгнет он будет именно таким каким он был понимаете и он таким еще будет и 10 и 20 лет в принципе он не выносит того чтобы его пилили чтобы он ушел к тем звездам которые ему не всрались скажем так грубо да то есть все из-за того что возможно вы либо начали его пилить либо вы разошлись из-за того что допустим ты работа чья лошадка ты видишь жизнь так и так и 5 10 и где-то ты начала вот этими отношениями руководить где-то ты начала протаскивать ваши отношения свое видение мира и эти отношения стали слишком твои слишком женственные да и ему его очень сильно это коробило потому что он бы хотел жить так как он живет понимаете ничего особо не меняя своей жизни только вот чтобы женщина подстроилась под те отношения под ту жизнь которую она ведет то есть он не собирался не улучшаться не ухудшаться как говорится все остальное он хотел жить свою жизнь и плюс вы чтобы прекрасным бонусом было ты возле него ваши отношения закончились потому что ему стало тяжело невыносимо неуютно в ваших с ним отношениях потому что скорее всего у тебя вот свои цели то все 5 10 ты что-то другое хотела то что с его жизнью привычной ему жизнью разнилась да это тоже самое что выйти замуж к примеру за рыбака и и и он постоянно например каждое утро ходит на рыбалку а потом посидит а потом может быть чем-то позанимается да и все остальное и ты понимаешь что вот рыбалка рыбалкой конечно надо там на работу работать на вас уже двое или вас уже трое и короче и надо как-то что-то чего-то и ты начинаешь ему предлагать и все остальное ты начинаешь его выбивать своими мыслями с его же комфортного состояния выбила он не реализовался девочки тут с вами как император а ему это очень супер важно причем этот император если он грубо и утрированно если вот он слесарь сантехник да то он и хочет просто быть слесарем сантехником и ему не надо идти на вторую подработку там курьером каким-то либо таксистом или еще что-то чтобы заработать ту копеечку которую ты еще хочешь и правильно считаешь например для вашей семьи либо буду будущей семьи ради ваших отношений тут он хотел оставаться в комфортных для него условиях чтобы ты на него особо сильно не воздействовал понимаешь и чтобы где-то слушалась его вот такие дела ну давай еще посмотрим стоит ли возвращать эти отношения я вам скажу девочки так смотрите что выпало королева королева огня выпало рыцарь земли выпал и королева воды здесь выпало стоит ли возвращать ты можешь вернуть это отношение если ты захочешь что эти отношения можешь вернуть но в чем заключается смысл этих отношений девочки это только как говорится раздвинуть ноги да и выполнять свою женскую функцию либо рожать детей либо удовлетворять его физически и он не прыгнет выше своей головы то есть он какое есть такое она будет ему нужна женщина в его мир понимаешь он не собирается жить миром мыслями женщины потакать ее желанием и все остальное он может потакать но только в сфере вот этого своего в сфере своей зоны комфорта не более того а если вы на это согласны вы можете его вернуть девочки и он я даже скажу на это где-то даже и согласен и через секс он возвращается он возвращается через секс чтобы ты была под ним будешь под ним будешь с ним будешь из себя что-то строить скажем так будешь пропихивать идеи что вам нужно купить квартиру в ипотеку или то что ты хочешь зарабатывать вместе бизнес какой-то строить нет нему этого ничего не надо ему надо именно женщина мягкая пушистая подушечка на которой он мог бы спать причем это не отрицательное сейчас его описание многие мужчины так хотят и многие не могут прыгнуть выше своей головы да и многие женщины со временем к этому привыкают и с этим живут его очень сильно коровит когда женщина зарабатывает больше его когда женщина где-то там развивается и все остальное это не его путь и это не его женщина поэтому он он даже очень может резко заканчивать отношения с этим женщин совершенно не ценить совершенно не не ценить вклад женщины в отношения не договариваться с ней не создавать какие-то партнерские отношения он сразу становится на дыбы сразу капризничает сразу психует закрывается начинает игнорить и все остальное потому что это ему нафиг не нужно женщина ему нужно для комфорта для семьи когда он будет приносить именно определенную сумму денег которую может заработать и никто не будет хныкать рыдать и говорить чтобы он пошел на вторую работу понимаешь он лучше всех знает что ему нужно ему вот такая вот женщина нужно мышки мышка кошки кот он не будет создавать такие вот пары где женщина где-то выше скачет чем он как император с одной стороны это нарциссизм можно подумать да но с другой стороны девочки это вот его уклад жизни от которого он никогда не сдвинется не уйдет а насчет того если у него чувство к вам есть чувство есть и он бы хотел бы чтобы вы вернулись да вот вы внешне вот как женщина со своими вибрациями он считает что вы ему подходите но когда вы только начнете разговор за деньги когда вы начнете его продавливать он вам покажет говорится кузькину мать он покажет себя как императора и опять будет как говорится выяснять отношения поэтому вернуться вернуть этого мужчину можно только через интим через секс и как говорится немножко на задних лапках когда вы к нему подойдете с прогнутой спинкой понимаете и и не хотеть от него больше чем он может вам дать это он выпал четвертым старшим арканом императора девочки я бы сказала что вот его не изменить это его линия жизни он так привык он так может и все что где-то за зоны его комфорта это ему нафиг не надо вот такие вот дела мои дорогие первый вариант второй вариант давайте посмотрим стоит ли возвращать отношения с этим мужчиной девочки рыцарь выпал да этот мужчина девочки по отношению стоит ли возвращать отношения он он хочет вернуть отношения вот эти отношения те которые у вас были он их хочет вернуть давайте еще посмотрим стоит ли возвращать эти отношения вы вы для него слишком яркая вы для него опасная и как говорится кто из вас разрушил эти отношения с этим мужчиной так это девочки вы от вас огонь от вас искры от вас вот эти воздушные карты да это вы уходите от него потому что вам вы как говорится немножко заскучали да вроде бы и любовь и какое-то понимание да но такое ощущение что вы женщина мира как вы как будто бы хотите еще кому-то принадлежать да вы хотите общаться вы хотите вот как птица которая хочет вылетать из клетки летать 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 выше облаков на а ему очень и очень погано и он очень сильно переживает по этому поводу что вы в эту клетку не вернетесь у него так это знаете как скорпионе что-то это мужчина либо телец девочки либо скорпион либо это какой-либо даже другой знак да тут надо еще посмотреть в чем у него луна и вот например если вы хотите возвратиться к этому мужчине посмотрите вот кто он по знаку зодиаков и в какой он день родился и и в каком знаке было у него луна потому что вот это вот луна она имеет большее значение чем просто его знак вот когда вы например с близнецом и вы все знаете о близнецах да знаете как вы между собой ладите посмотрите пожалуйста по лунному календарю кто какая была луна у него и какая луна у вас в каком знаке и посмотрите совместимость вот этих вот знаков понимаете потому что он вот это как у вас как пингвинья семья да то есть мужчина он заточен на то чтобы вы отложили яичко а он на этом яичке сидел понимаете а вы добывали где-то пищу есть такой момент дальше он он так этому заточен но он все время на нервике что вы не вернетесь он это может быть ревность это какая-то даже скрытая такая вот ревность то что это он может ее совершенно не показывать да но у него просто такое вот лицо как может быть кто видел интервью не даже не интервью а вот это вот видео там где делара это жена бывшая моргенштерна до рассказал о том о чем и тогда почему они расстались я все хочу даже видео как-то на эту сне тему снять вот он такая вот типичнейшая ситуация так вот она о нем говорит да и когда на нем говорит у нее такое отвращение в мимике есть понимаете она о нем говорит и отвращение понимаете чувствую к чему это да то что вот она этого на самом деле внутренние и боялась того и она это просто хавала до какого-то момента и вот она сама себя загнала в эту клетку не понимала как действовать дальше и перекратила быть свободной но мы сейчас не они мы о вас и о вашем мужчине которым вы хотите вернуться девочки стоит ли возвращать эти отношения а вы девочки готовы на прошу прощения девочками тут природа прервалась запись да вы готовы отказаться от себя такой звонкой тонкой от своей внутренней свободы от того что вы хотите покуролесить да ради вот этого одного мужчины вы готовы даже если вы будете говорить что вы готовы и вам опять хочется в эти вот теплые пушистые мягкие отношения в это теплое гнездо да вы готовы что вы с этого гнезда не будете вылетать вы же хотите вернуть этого мужчину до для того чтобы вот этот вот комфорт вернулся к вам да вот этот какой-то комфорт что он вас любит да как он на вас смотрит и все остальное но вы здесь девочки по восьмерке огня и вот по этой вот карте вот посмотрите на это вы хотите опять от него уходить понимаете вы хотите вернуть этого мужчину какие-то плюсы те которые у вас вместе были и в то же время оставаться независимой оставаться той какая вы есть понимаете а вот это вот все какая вы есть вам это надо для понимания даже вашей сексапильности и сексуальность то есть я вам скажу что если вы будете рядом с ним все время сидеть вы будете чувствовать понимаете что что-то уже бляха муха идет не так а в этой комнате уже нету свежего воздуха дай-ка я выгляну в окно да и в этот момент он опять будет психовать и опять вы разойдетесь в чем больше вы с этим мужчиной тем больше вам хочется даже куда-то свалить понимаете а этот мужчина внутренне очень сильно чувствуют напряжение вот в те моменты когда вы показываете собственная я но вот эти вот вибрации любовные они у вас есть они у вас остались и у этого мужчины девочки вашего кого вы загадали здесь и у вас то есть тут немножко идет по этому раскладу эгоистичное желание вы хотите его вернуть чтобы брать от него все то лучшее которое он вам давал и в то же время не идти на какие-то жертвы ради него вы не готовы не на одну жертву ради этого мужчины но хотите вот это вот все что он вам давал такое я вам скажу так вот совет чисто по второму варианту вы девочки погуляйте еще да вот иногда надо вот прям нагуляться для того чтобы сказать что мне вот эти вот новые уже хрена какие-то они не нужны я хочу вот этой теплоты вот этого гнезда вот этих любовных отношений именно с тем мужчиной понимаете и и когда вот вы нагуляетесь и вам это будет не на не нужно то вот вы долго с ним будете потом вас опять понесет но вот вот прям сейчас я бы вам посоветовала не возвращать эти отношения может быть что такое даже тут дружбы конечно не получится тут больше будет такое опять желание воссоединиться и у вас и и у него девочки но я бы все-таки даже вот попробовала с другими бы мужчинами да даже вот сидела бы и сравнивала вот этих других мужчин вот эти мужчины для того чтобы вот вам ваша вот это вот огненность ваша этой искра поняла для чего она вообще нужна в этой жизни для чего вы вообще созданы то есть я бы еще покутила как говорится я бы еще по выбирала посмотрела на других мужчин и даже если это будет неудачный опыт вы к этому мужчине всегда можете вернуться девочки да но единственный момент что когда вы вернетесь не создавайте вот чтобы у вас были с ним счастливые отношения не создавайте ему не делайте ему нервы тем что вы опять куда-то хотите уйти до что вам чего-то будет не хватать и вы будете задыхаться в этих отношениях когда вы будете опять вот ему об этом говорить глазами когда вы будете это все ему опять показывать он будет опять нервничать и опять вы будете ссориться девочки и что аду и и опять вы его будете бросать а парень мужчина то ваш и неплохой девочки да он готов для любви для нормальных отношений но вот это ваша горячесть я бы сказала она именно с вашей стороны идет вы горячая штучка понимаете и вам гарри сарай гарри хата знаете такое выражение есть поэтому кому в этих отношениях было тяжелее вы задыхались скажем так а он он до поры до времени не ждал и уставал от этого и обратите внимание он не выпал королем который умудрен и опытом да он выпал рыцарем он бесился девочки вы вы его доводили до бешенства ваших с ним отношениях до бешенства вот такой вот вариант поэтому вот сейчас я бы вам посоветовала не воссоединяться с ним а еще как говорится потыкаться до посмотреть на других мужчин попробовать с ними все остальное посравнивать вот этого мужчину с другими особо ему ничего не говорите про то что вы там пробуете других и сравниваете да не доводите вот до этого потому что он опять будет беситься чем меньше вы бести этого мужчину до тем больше как говорится он цветочков вам и дарит просто за то что вы его не бесите вот такой вот второй вариант третий вариант давайте посмотрим стоит ли возвращать эти отношения девочки но тут будет у вас стоять выбор либо этот мужчина либо другой какой-то возвратить этого мужчину вы сможете у вас будет шанс возвратить этого мужчину когда у вас будет другой мужчина то есть это будет вы будете стоять перед выбором либо тот либо этот и любого мужчину которого вы выберете это будут опять долгие отношения но например если вы будете вот вы свободная свободная одинокая независимая до женщину которой не с чем сравнить и у вас не накалились какие-то отношения уже с другим мужчиной а возвращение этого мужчины не предвидится скажем так да и она будет фиг пойми какое то есть для того чтобы этого мужчину вернуть вы должны стоять на распутье да то есть вам надо дойти до такой вот точки где ли повернете направо там другой стоит может повернете налево в ваш вот этот которого вы здесь загадали да то есть возвращение к этому мужчине она только у вас возможно в состоянии в этой вот вибрации выбора когда у вас кто-то есть еще другой когда вы одна и когда вы идете к нему он девочки что-то вот чувствует не то да он начинает выжучиваться и это неподходящее время то он может быть каких-то отношениях то еще что-то вам надо дойти до того момента когда у вас будет выбор либо этот либо тот да хотя бы номинально да то есть когда вы можете повернуться в одну сторону у вас один мужчина повернуться в другую другое и когда вы будете вот в этом состоянии выбора и когда вы выберете вот его кого вы сюда загадали да здесь отношения возможно вернуть в другом случае нет девочки эта карта двойка воздуха выпала и тут надо на это обратить внимание что будут трудности по возвращению этого мужчины когда вы например одни потому что тут будет такое например вы одна и вы хотите его вернуть а тут ему как раз знаете вот это вот . выбора дошла и короче и он думает ну либо с вами мутить либо то есть другой какой-то нарисовалась на горизонте да и вам будет это неприятно либо например у него постоянно не бы у него как раз там работа пойдет в гору да или еще что-то и он будет там заниматься каким-то своими делами сажать картошку или заниматься бизнесом девочки чинить яхту или еще что-то да и получается к и вы будете ну что вы может пойдем куда-то сходим вы например будете как-то в ее сторону проявляться он он будет отмениваться да но только в состоянии вибрации когда вы вертите хвостом и у вас есть еще какой-то другой мужчина вот это состояние хотя бы из двух королей девочки выбрать да то вот этого мужчину можно вернуть но давайте посмотрим а стоит ли возвращать эти отношения вам а знаете девочки тут а ваши отношения как бы они не закончены с этим мужчиной эти отношения не закончены по седьмому старшему аркану здесь вам еще предлагается пройти через некоторые испытания вот как в русских народных сказках да если кто-то хочет быть королевичем устраивается такой турнир для лаири да то есть надо пройти испытания сделать то-то пятое десятое и вот у кого лучше получится тот и будет да то есть вам судьба готовит девочки с этим мужчиной какие-то еще определенные испытания но при всем при этом то тут кстати тут будет такой момент что вы будете выходить замуж то есть у вас будет вот смотрите тут такой вот подвох конкретный до сидит в этом раскладе у вас и он заключается в том что вот сигнификатором выпала карта выбора между двумя мужчинами да и только когда выбор между двумя мужчинами буду будет будет возможен брак и дальше идет девочки этот брак понимаете но здесь как говорится не указано с этим и мужчиной поэтому я вам предлагаю дайте не спешить возвращать именно этого мужчину я вам советую поискать еще порассматривать именно мужчину для брака походить на свидание и вот именно когда выстрелит именно тот который вам как говорится идет к вам в мужья девочки да сразу будет у вас опять какие-то такие недовыяснения отношений какие что-то такое будет вот с этим мужчиной которого вы здесь загадали да и в этот момент выбора с кем вы останетесь тот и будет вашим мужем понимаете и это не совсем как говорится тот мужчина карты как тянут вот сейчас карты как тянут вас до какого-то до какой-то точки выбора вот такие дела ну давайте еще глянем стоит ли возвращать эти отношения вам это надо вообще стоит ли возвращать эти отношения вам надо попробовать девочки вам надо попробовать как говорится другого мужчину тут не тут идет то что если вы будете возвращать этого мужчину не попробовав другого до не став на на этой на пути развилки то вот этот 18 старший аркан девочки да она как бы вы его вроде бы его и вернете но это во первых будут какие-то тяжелые недовыясненные отношения и потом идет расставание его можно вернуть но это будет знаете черти что черти что как говорится будет если вы его сейчас вы вернете без без другого мужика то есть знаете вам в помощь нужен хороший такой мужик девочки вот такие вот дела кутики четвертый вариант давайте посмотрим стоит ли возвращать отношения тут сегодня какие-то варианты выпадают хоть бы один выпал вариант что не стоит не стоит пробовать не эти это вот забыть и про и проехали до дорогие мои по четвертому варианту сразу выпал восьмой старший аркан стоит ли возвращать это отношение а вы с этих отношений еще не вышли котики мои и и дни вы не вышли не он не вышел и даже если вы где-то к примеру даже чисто гипотетически создали пары с другими людьми он там ли или вы создали да с другими или пытаетесь создать отношения все это на жиждится на почте чве ваших с них кармических отношений понимаете и вот пока вот этот вот кармические отношения с ним не закончатся сказать что ваш выбор мужчины или его выбор женщина был свободным и независимым да это просто соврать понимаете во первых тут все закручено тут настолько все у вас закручено с этим мужчиной и вы как говорится пахнете им а он пахнет вами и вот эти другие партнеры которые хотели бы к примеру где чисто гипотетически войти в вашу жизнь или в его они завязаны на ваших с ним отношениях то есть там например может прибиться к нему какая-нибудь голубка понимаете и вот и с ним строить отношения но все время это будет с оглядкой на вас а что она подумала она может с вами соревноваться это женщина да даже чисто вот даже инстинктивно как-то вот я специально на зло ей то сделаю я специально на зло ей это делаю все время будет вас вспоминать он будет все время вас вспоминать вы заведете новые отношения и вы будете а вот кольк твой понимаете или будете путать имена вашего нового мужчины и ста и вот этого старого девочки да то есть вы еще не вышли с этих кармических отношений с этим мужчиной для некоторых это может обозначать что вы еще не развелись и к и стоит ли возвращать отношения вам как бы для того чтобы возвращать надо сначала точку поставить а потом возвращать да но давайте еще посмотрим стоит ли возвращать отношения верховная жрица а почему вам столько выпадает старших арканов верховная жрица звезда девочки выпала справедливость вам выпало но девятка земли это такое знаете выпало что вы чувствуете себя что он что вы чувствуете одиноко друг без друга да он он пытается думать вашими мыслями а вы его он как-то живет в вашей голове вот знаете как он он просто живет в вашей голове и многие дела которыми вы занимаетесь почему-то реально с оглядкой на его мнение на его характер на его отношения а чтобы он подумал чтобы он сделал и даже вы можете делать это чисто механически даже не задумываясь над этим и не ловя себя на этой мысли но вот эти отношения это этот мужчина не просто вам был тогда но в этой вашей жизни не просто да это реально такие кармические отношения которые нас надолго застревают в голове и в сердце и дело в том что вот эти отношения с этим мужчиной они вас лепят как личность они лепят вас из вас точно чем вы должны быть девочки какие бы эти отношения не были плохие или хорошие да сожалеете ли вы это о том что расстались или например не сожалеете там чтобы он не делал вот например некоторым женщинам например надо чтобы мужик просто там бил душил говорил гадости какое она говно для того чтобы вот у нее такой знаете в голове возник гейшталь что я добьюсь в этой жизни всего я всем докажу что я не говно и докажу ему что я не говно и вот многие годы жизни будут связаны вот именно с тем что в он вас лепит даже не не находясь вместе и не особо вроде бы оглядываясь на то что он подумает да но вы все равно вот и вот эти отношения с ним держите у себя в голове для лучшего развития вашего не он вас лепит своими руками а вот его отношение к вам вас создает вас создает вас понимаете вас прям как проведение высекает из мрамора холодного в прекрасную фигуру венера милотской благодаря этому мужчине понимаете стоит ли возвращать отношения тут девочки не то что однозначного ответа нету тут девочки мои дорогие их их надо проживать да у вас будут попытки вернуть этого мужчину но они они могут быть очень тяжелыми и он может не возвращаться и даже когда вы вроде бы будете принимать эти ситуации которые происходят в вашей голове связанные с этим мужчиной да это просто офигеть как это это настолько вот эти вот кармические такие отношения которые вас лепят лепят вашу суть это непростые отношения с этим мужчиной достаточно тяжелые отношения даже если вы с ним воссоединитесь не будет вот такого вот и и жили они вместе долго и счастлива и умерли в один день и что вы это вы будете думать что только типа как купить что-нибудь вкусненького что вечером готовит и весело заниматься сексом в кровати да под звездами окна собственного дома нет девочки не не вот эти вот сладкие мысли такие которые вы хотите испытать в общении с мужчиной они даже не то что зависит от этого мужчины они сформированы пашими с ними с ним отношениями вы начинаете себя лучше понимать что вам от этой жизни надо благодаря тому что вот этот мужчина у вас был он даже не был он есть он параллельно с вами живет в вашу жизнь а фишка в том что и и и он живет свою жизнь формируясь под вами понимаете вы взаимно друг друга учите жить но из больших плюсов девочки он не выпал здесь вот прям не выпал он здесь вам парой до не выпало к как такового самого мужчина выпали вы зрелая сформированная когда вы прям знаете можете вы можете другим аж советы как жить давать благодаря вот этим отношениям которые у вас были с этим мужчиной вот такие вот дела вы становитесь лучше благодаря тому что у вас это было причем вот это вот кармическое но может быть не совсем хорошая и были разные такие на моей памяти вот эти вот кармические отношения насколько они могут разниться да один один мужчина может вас любить и ненавидеть одновременно этот мужчина может вас притаптывать в землю для того чтобы вы прям знаете поднялись благодаря вот этой своей даже какой-то внутренней мотивации до небес вы растете с этим мужчиной вы растете проживая вот эти вот непонятные рвущие иногда кармические отношения но какие девочки звезды впереди вам выпадают вот когда вы пройдете их да и когда у вас будут с этим человеком такие вот дружественные отношения когда он будет говорить я тебя люблю и когда вы будете это спокойно принимать даже не находясь вместе не построив семей и все остальное вы будете настолько вот крутой понимаете что ни словами описать не не рассказать верховная жилица справедливости и в звезде выпала вот такой вот мои дорогие вы это три четвертый вариант и по поводу у вас стоит ли возвращать эти отношения а вы в них девочки быть в этих отношениях ничего не прервалась даже если вы не вместе все равно вот это вот вы влияете на него он влияет на вас вы становитесь кем вы должны быть он становится тем кем он должен быть я бы посоветовала бы вам просто вот брать этот опыт и себе его в голове раскладывать по полочкам как огурцы по баночкам понимаете потому что это настолько вот в ослепит что ну это капец конечно ни одна ни один другой вариант не выпал таким как у вас девочки ни один это прямо знаете какая-то даже если у кто-то увлекался английской классикой да это вот как джейн эйр это как гордости предубеждения это вот такое понимаете много каких-то испытаний какой-то такой роман через года-годище понимаете да там что-то с красивым концом конечно же заканчивается да не всегда будет все с красивым концом но вот этот красивый конец не будет заключаться в том что вы будете вместе умирать в один день этот красивый был конец будет в понимании того что вы друг друг для друга сделали сами того не подозреваем вот такой вот мои дорогие красивый четвертый вариант все котики подписывайтесь пожалуйста на мой телеграмм ссылка будет в описании все мои настоящие контакты потому что некоторые пишут что по в ютубе не настоящие контакты настоящие вот как какие-то мошенники пишут поэтому если вы хотите чего-то спросить или там подписаться девочки буду благодарна буду рада пока пока